Триас – переломный момент в истории Земли, когда биосфера, оправившись от величайшего пермского вымирания, вступила в новую фазу эволюционной гонки. Это период, когда рептилии, воспользовавшись опустевшими экологическими нишами, начали свое доминирование, которое продлится следующие 200 миллионов лет. Климатические условия, экстремальная засушливость, повышенная концентрация СО2 и глобальное потепление создали уникальную среду для развития принципиально новых жизненных форм. В этой системе, где каждый организм вынужден бороться за существование, появляемся мы – существа из далекого будущего, абсолютно не приспособленные к его жестоким законам. В мире первобытных хищников, ядовитой атмосферы и палящего ада, человеческое существование измеряется не днями, а минутами. Последний вздох в Триасовом периоде может оказаться самым легким из того, что ждет незадачливого путешественника вроде тебя. Итак, наша машина времени приземлилась на берегу Триасового моря. Можно смело выходить наружу и вдохнуть полной грудью свежего мезозойского воздуха. Правда, кислородную маску захватить все же придется. Хоть атмосфера Триаса по составу уже напоминает современную, долго дышать местным воздухом не получится. С кислородом здесь все более-менее нормально, несмотря на то, что его доля несколько уступает нынешней и составляет 15% против современных 21%. Ближе к концу Триасового периода содержание кислорода резко возрастает до 19%, а это уже минимальный уровень для нормальной жизнедеятельности человека. Основной проблемой является углекислый газ. Его показатель превышает сегодняшний в 20 раз. При таком раскладе нарушается кислотность крови и у человека наступает респираторный ацетоз, сопровождающийся одышкой, потемнением в глазах, делирием и потерей сознания. Ну а падать в обморок посреди лесистых равнин кишащих хищными рептилиями явная номинация на премию Дарвина. Кстати, современным путешественникам в этом плане повезло куда больше. Сегодня найти надежных попутчиков для любых приключений и даже не особо экстремальных можно через приложение «Ковер». Есть некоторый научный принцип, чтобы найти одного-двух действительно близких по духу человека, нужно пообщаться примерно с десятью. Звучит не просто правда, только не для ковра. Там нет мэчей, алгоритмов и свайпов, только анкеты людей, готовых к общению. И в отличие от рясовых джунглей, в ковре это безопасно и удобно. Никаких внезапных встреч с хищниками, только осознанное знакомство по интересам, благодаря фильтрам по городу, полу, возрасту и даже целям. Таким образом, найти можно не только нового друга, но и вторую половинку, особенно вам, парни. Ведь на ковре процент пользователей среди женщин выше, чем среди мужчин. Как это работает? Ковер превращает знакомство в увлекательное исследование, как наша экспедиция в триаз, только безопаснее. Открой афишу и выбери события по душе, походы на выставки, экскурсии или даже йога со щенками. Видишь интересное мероприятие, тут же смотри, кто еще собирается пойти и пиши напрямую. Это как машина времени для знакомств, только вместо опасных рептилий единомышленники, разделяющие твои интересы. Скачивай ковер по ссылке в описании или QR-коду. Пусть твои знакомства будут такими же захватывающими, как путешествия в Мезозой, но без риска встретить голодного Натазавра. Но если с воздухом дела обстоят по-прежнему натянута, то вот погода в триазе покажется тебе просто великолепной. А быть может даже и чересчур теплой. По всей планете устанавливается тропический климат со средней годовой температурой 25-30 градусов. На территориях современного юга Европы и Средней Азии низкий уровень осадок, не превышающий 500 миллиметров в год, приводит к сильным засухам и формированию пустынь. В связи с этим сильно сокращаются площади внутриконтинентальных водоемов. Экосистемы в этих регионах представлены небольшими оазисами из хвойных цикодофитовых и доисторических аналогов кактусов – плевромей. Общая засушливость климата в сравнении с палеозоем приводит к тому, что споровые рассения, чья жизнедеятельность напрямую зависит от обилия влаги, утрачивают свое ведущее положение. И на смену им приходят семенные, чей цикл размножения может происходить в более сухих условиях. Так что перед тем, как отправляться в Триас, позаботься о запасах чистой питьевой воды. Жажда под палящим солнцем будет мучить тебя постоянно. Единый суперконтинент Пангея в Триасовом периоде начинает потихоньку распадаться и закладываются внутриконтинентальные рифтовые системы. Громадные разломы в земной корее притяженностью в сотни и тысячи километров. Эти системы постепенно образуют Атлантические и Индийские океаны, а также отделяют друг от друга Африку, Америку, Австралию и Антарктиду. Интенсивные тектонические процессы становятся причиной сильнейших складообразований в Средиземноморском и Тихоокеанском поясах. Возникают горные системы Тибета, Индокитая и Индонезии. Устойчивая жара приводит к тому, что ледниковые отложения в Триасе полностью отсутствуют даже на полюсах. И единственный для тебя способ хоть как-то освежиться – взять водолазную маску и занырнуть в прохладную морскую воду. Великое Пермское вымирание, ставшее финалом Палеозойской эры, привело к тому, что картина животного мира в Триасе резко изменилась. Это особенно заметно по подводному миру. Исчезло 95% всех морских видов существ. Первое, что сразу бросается в глаза – это полное отсутствие морских броненосцев-палеозоя-трилобитов. Колоссальные потери понесли мшанки, глубоководные губки и формениферы. Кое-как пережили катастрофу морские лилии и аммониты. Большая часть их постепенно вымерла, и лишь каким-то чудом некоторым видам удалось дожить до середины Триаса и вновь увеличить свое разнообразие. На смену табулятам приходят шестилучевые кораллы. Теперь за строительство коралловых рифов ответственность ложится на них. Сильно сдали свои позиции в Триасе и хрящевые рыбы. На их долю теперь приходится не более 1% от всех родов. Зато появились первые костистые рыбы, а лучеперы прибавили в своем разнообразии и теперь составляют достойную конкуренцию остальным классам рыб. Среди них появились настоящие хищники, такие как Заорихтис, напоминающие обликом современную щуку и достигающие метра в длину. Если ты любитель ловли на блесну, то доставай спиннинг и дерзай, будет чем похвастаться перед друзьями. Но если ты наивно полагаешь, что метровые доисторические щуки – это все, на что способны ранние мезозойские моря, то ты сильно ошибаешься. Дело в том, что роль рыб в Триасе постепенно отходит на второй план и истинными властелинами морей становятся рептилии. Один из таких хищных ящеров – нотузавр. Этот хищник достигал длины в 6 метров и вел смешанный образ жизни. В море он охотился на крупных рыб и головоногих моллюсков, а на сушу выходил для отдыха и размножения. Поэтому не думай, что повстречав этого красавца в воде, у тебя получится легко удрать от него, просто выскочив на берег. И все же нотузавр покажется тебе безобидной плюшевой игрушкой по сравнению с другим морским ящером. Вдали от береговой линии на многометровых глубинах обитают хищники, размер которых заставил бы занервничать даже современных кашалотов. Среднетриасовый шенизавр и семейство ихтиозавров – одна из крупнейших морских рептилий в истории. От кончика носа до кончика хвоста это создание достигает длины в 21 метр, а весить может до 50 тонн. Шенизавры являются активными охотниками, однако в силу анатомических особенностей челюсти предпочитают добычу значительно менее крупных размеров, чем они сами. Но не расслабляйся, человек как раз попадает в список габаритного допуска. Интересно, что одна из первых находок окаменелых останков этих рептилий, обнаруженная в 1953 году, представляла собой целое кладбище из 37 полных хорошо сохранившихся гигантских скелетов. С тех самых пор был извлечен лишь один скелет, а остальные до сих пор находятся на месте раскопок и законсервированы для изучения в будущем. С морем все более-менее понятно, а вот на суше мы увидим самую настоящую эволюционную войну. Зверообразные терапсиды настоящей рептилии сошлись в схватке за право обладания планетой. Те признаки млекопитающих, которые ранее можно было едва различить у зверообразных, теперь проступают достаточно явно и уже четко отделяют терапсид от присмыкающихся. Рептилии тоже не стоят на месте и отвоевывают свое место под солнцем разнообразием и анатомическими модернизациями. Бывшие властители планеты амфибии свергнуты, теперь их можно встретить разве что в заводе какого-нибудь лесного водоема. Но и среди земноводных триасового периода встречаются настоящие монстры, к которым ты вряд ли рискнешь приблизиться. Это гигантские лабиринтодонты мастодонзавры, из рода темноспондильных амфибий. Внешне мастодонзавр напоминает что-то среднее между крокодилом и лягушкой-переростком. В длину такая лягушка вырастает до 6 метров, а весит более 2 тонн. То есть по габаритам мастодонзавр сравним с современным бегемотом. Это создание отличается огромным черепом, составляющим около трети всей длины животного и построенным из чрезвычайно толстых и массивных костей. Поскольку мастодонзавр опасный хищник, охотящийся на крупных пресноводных рыб, амфибий, рептилий, то лучше держаться от этой твари подальше. Достойны внимания и поздние триасовые децинодонты – особая клада растительноядных синапсид. Словно предчувствуя свое скорое исчезновение, децинодонты, подобно амфибиям, являют в триасе крупнейших своих представителей, таких как лисовиция. Громадная, неповоротливая четвероногая, вес которого мог превышать 7 тонн, а высота в холке достигала 2,6 метров. Все четыре конечности этого животного находились прямо под туловищем в вертикальном положении, при этом локтевой сустав был направлен назад, а не в стороны, как у рептилий. Лисовиция вела земноводный образ жизни на берегах небольших болотистых водоемов. И хотя основной пищей децинодонта являлись голосименные растения, лисовиция, как и любое другое гигантское животное, вполне могло представлять опасность для человека. Но все же самым значительным событием триасового периода стало появление динозавров, особой группы архозавров, основными отличительными признаками которых стали вертикальные задние конечности, особый характер локомоции, положение тела при передвижении, а также ряд скелетных особенностей, вероятная теплокровность и наличие перьевого покрова у многих хищных видов. Первые динозавры в большинстве своем были не крупными животными размером не большей собаки, и потому для подготовленного исследователя не представляли бы опасности. Но некоторые виды уже в триасе положили начало традициям гигантизма, перенятым в дальнейшем их потомками. Вероятно, самым большим динозавром триаса был платоозавр, ранний представитель завроподоморфов. Платоозавры вырастали до 12 метров в длину и весили около 4 тонн. Это один из первых растительноядных динозавров, хорошо изученных палеонтологами по многочисленным найденным скелетам. Передвигался платоозавр на четырех конечностях, но, по-видимому, при необходимости мог вставать на мощные задние ноги, дотягиваясь таким образом до верхушек крон древовидных папоротников и других деревьев, листья которых служили ему основной пищей. Тем не менее, выходя на исследование триасовых равнин, тебе все же стоит прихватить с собой какое-нибудь ружье. Хоть время гигантских хищных динозавров еще не наступило, в среднем триасе уже появляются хищники, способные запросто перекусить человека пополам. Например, шестиметровый гаджирозавр, названный так в честь знаменитого японского кайдзю-монстра, Годзиллы, или верхний триасовый Лилиенштерн, достигающий более 5 метров в длину. Эти два ящера отличались весьма стройным телосложением и масса их тела не превышала 250 килограмм. А вот аргентинский гиророзавр при той же дрене мог весить до 650 килограмм, превосходя таким образом в размерах довольно крупного раннеюрского дилофозавра. Как бы в подтверждении своего господствующего положения рептилии овладевают и воздушной стихией. В позднем триасе появляются первые птерозавры, летающие ящеры и склады архозавров. Если те же лангисквамы могли только планировать в воздухе, то птерозавры уже приобрели полноценную способность к машущему полету, коей обладают современные птицы. Ранние формы отличались зубастыми челюстями и длинными хвостами, играющими роль балансира и руля при полете. Одно время было принято считать, что крылья птерозавров представляли собой простое образование из кожной мембраны, непригодное к полноценным машущим движениям. И, следовательно, эти ящеры были способны лишь планировать на своих кожистых крыльях, пикируя с отвесных скал и высоких деревьев. Однако впоследствии было установлено, что их крылья являли собой сложный комплекс прочных динамических структур, приспособленных для полноценного полета. Одними из древнейших птерозавров являются эудиоморфодоны из норийского яруса триаса. Размах крыльев этих летающих ящеров составлял один метр, а весила такая псевдоптица не меньше десяти килограмм. Морфология зубов эудиоморфодона указывает на преимущественно рыбную диету. Хотя разнообразие их формы может говорить и о том, что основу их рациона составляли насекомые. Эти же древние насекомые, возможно, стали пищей и для других существ. Если затаиться и дождаться темноты, в свете триасовых звезд можно заметить, как из узких нор у подножья скалы выползают крошечные волосатые тени. Это первые на Земле млекопитающие, насекомоядные маргунукудоны. Потомки этих крохотных зверьков в далеком будущем распространятся по всей планете и станут ее полноправными хозяевами. Но произойдет это очень не скоро, спустя 200 миллионов лет. А пока нашим маленьким предкам приходится прятаться в норах, не показываясь на глаза истинным правителям мезозойской эпохи. А сейчас пора запускать двигатели машины времени, закрывать за собой дверцу люка, выставлять дату прибытия на 2025 год и заодно писать комментарии под этим видео. И да, по прибытии домой не забудь поснимать в своей квартире все мышеловки. Ведь не исключено, что отныне вид попавшейся в них мыши будет вызывать у тебя не самые приятные ассоциации, напрямую связанные с твоими далекими предками.